приветствую вас уважаемые зрители хочу рассказать более подробно о нашей базовой комплектации вездехода трекер данная машина была собрана именно в базовой комплектации единственный дополнительный плюс был у нее это дополнительная шумоизоляция тепло шумоизоляция и усиленные цепи японской фирмы дид в остальном эта машина имеет базовую комплектацию то есть это у нас шины тром 16 диски открытые без заглушек без баков двигатель это у нас кубота полтора литра только она в принципе у нас другого ничего не ставится кпп это пятиступенчатая лада гранта доработанная усиленная можно так сказать идет одинарное остекление без электроподогрева стеклоочиститель в базе значит два ряда сидений в базе у нас располагаются таким образом друг за другом по бокам имеются крышки ерундуков без матрасов дополнительная отделка и утепление это как раз вот прошито все скажем так ромбиком утеплено все мягонько шумоизолировано в машине очень комфортно уровень шума очень низкий то есть полы тоже дополнительно все все проклеено посмотреть у нас спереди огромное место еще все шумоизолировано место под лебедок ведет в базе лебедки самой в базе нет управление у нас гидравлика разгружена также все естественно базовые базовые функции место под топитель есть подобие шпехер то есть базовое место установки есть самого топителя нет базе вести с доп оборудования точнее в данной комплектации нету как раз доп оборудования то есть у нас есть базовый набор приборов это температура охлаждающей жидкости счетчик моточасов указатель уровня топлива освещение все базовое это у нас дальний ближний свет габариты есть вытяжной вентилятор сразу в базе сигнал внутреннее освещение мы электрический привод подкачки колес два люка в базе это сразу же они у нас по умолчанию розетка 12 вольт 5 вольт боковые окна открываются можно проветривать можно открыть на газлифтах все удобно зависимый отопитель стоит один на водительской стороне приоритет дует в ноги дует в стекло сейчас покажу по заднему отсеку подкачка естественно выхлопными газами все через большие толстые патрубки все надежно толпана электрические у нас тоже в базе сейчас идут нашли рабочий вариант работает безотказно рундук естественно тоже имеется бак на 120 литров здесь там еще на 1 место есть ну естественно цепные отсеки головной передачи так вот он у нас выглядит машина вся собирается из новых комплектующих сборной солянки из разобранных бушных нет запчастей все собирается новая машина абсолютно новая абсолютно все детали но много деталей нашего производства им включая ступичные волы включая скажем так все натяжители успокоители и так далее вообще производстве нашим надо уже отдельный фильм снять что у нас есть очень большой парк станков и он нам позволяет как раз таки делать такие машины такого качества вот машина выполнена максимально легкой то есть очень много алюминия очень много что облегчено стекла кроме лобового это пластик опять же в угоду весу даже эти стекла это пластик машина в таком исполнении надо кстати видео снять по поводу взвешивания в таком исполнении машина весит тонны 800 машина упакована то есть когда уже дуб аккумуляторы баки лебедки и так далее машина в две тонны ровно укладывается то есть это прямо на фаршированную машину у нас максимальной комплектации были которые они у нас две тонны веситом 2020 2040 были разные сейчас покажем немножко как это все ездит ну схема управления это естественно борта поворот цепи по бортам фрикционы это сами фрикционы пакетники это газ 71 все остальное это уже наше исполнение по рулевому по трансмиссии хотелось бы еще отметить что покраска в базе у нас это raptor это полиуретановое покрытие цвет выбирает заказчик на выбор цвета доступны в принципе любые также хочу отметить про днище многие задают вопросы о том нужно ли дополнительная защита или нет то есть вот у нас днище выполненные стали hardox шведская сталь прочная толщиной 3 2 миллиметра тоньше этой стали у нас нет возможности но это стали выдерживают любые удары любые скажем так напряжение днище вот на тестовой машине тоже как нибудь сниму видео покажу сколько она прошла уже и нищие абсолютно ровно то есть ни одной вмятины то ездили и по курумником по камням всевозможным выглядит это так у нее причем защитные слои она даже не требует покраски нержавеет как правило потом уже отполирована это стали износостойкая то есть истереть износить ее невозможно пробить ее тоже не получается естественно что касается вдоха двигателя собственно и продувка моторного отсека это у нас и окна лишь решетки легко снимаются здесь у нас стоит радиатор медный газелевский медный радиатор его более чем достаточно для охлаждения этого двигателя то есть аэродинамика моторного отсека у нас продумано как видно и компактный и в то же время позволяет охладить эту силовую установку без проблем то есть дополнительный вентилятор применяли но в основном жару за 30 тогда можно это для своего комфорта больше чтобы второй ряд немножко прохладнее сидит а так машине летом не жарко зимой тепло здесь у нас приток воздуха в кабину с обоих сторон с моторного отсека воздух мы не берем салон по моему мнению это не применимо вообще фары это у нас это соответственно габариты это поворотники в базе сразу здесь у нас фары ближнего дальнего света все диодное все хорошо светит без нареканий сторона левая это у нас выдох моторного отсека здесь у нас есть выхлоп труба выхлопа есть соответственно вытяжной большой вентилятор он бесшумный лопасти как видно саблевидное здесь патрубки на отопитель водительский соответственно выхлоп под обеспечер тоже заложен предусмотрен тоже решетка легко снимается устанавливается все это быстро брызговики выполнены из полиуретана это очень хороший материал используется в раллийных машинах на брызговиках то всем до минус 50 или 60 он не трескается не колется остается гибким поэтому материалы применяем самые лучшие также если кто спрашивал кабина у нас алюминиевая то есть это полностью сварная конструкция алюминиевая нижняя часть лодка это стальная сделано конечно в ущерб весу но скажем так в угоду ремонтопригодности то есть нижняя часть у нас остальная это все без проблем если что варится ремонтируется если уж на то пошло там пробоина еще что-то я такого конечно пока не было верхняя часть алюминий кунг тоже у нас весь алюминиевый в центре обязательно дуга безопасности есть машину в принципе можно перевернуть без смятия кузова конечно все зависит от условий соврага скинуть наверно любая сомнется но если обычный завал на бок там на крышу это все выдерживается без проблем а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...